В связи с этим, в соответствии со статьёй 51 частью 7 устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денцификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе всё чаще звучат слова о том, что подписанные советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой войны, не следует уже и выполнять. Итоги Второй мировой войны, как и жертвы, принесённые нашим народом на алтарь победы над нацизмом, священны. Но это не противоречит высоким ценностям прав и свобод человека, исходя из тех реалий, которые сложились на сегодня за все послевоенные десятилетия. Также не отменяет право нации на самоопределение, закреплённое в статье 1 Устава ООН. Напомню, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok